Здравствуйте, Андрей. Но прежде чем мы начнем наш разговор, мы анонсируем голосование. Сегодня оно звучит так. Стоит ли возобновлять отопительный сезон? Не хочу получать платежки, обязательно у меня автономное отопление. Андрей, ваше мнение? Ну, собственно, давайте мы поясним, почему мы такое голосование сегодня устроили. Из-за, ну, по сути, аномальных, да, каких-то природных условий. Об этом мы тоже с вами задумали поговорить перед эфиром. Очень холодно. Что происходит? Ну, действительно, какой-то вот пришел какой-то циклон, поэтому немножко похолодало. На данный момент ожидается где-то 20-22 числа ожидается похолодание до 2-4-6 градусов тепла. Даже ноль я видела. Даже ноль, даже ноль есть. И на севере нашей области ожидается даже, у нас здесь, где-то в наших районах, ожидается дождь, местами сильный дождь. А на севере области ожидается даже местами снег. Поэтому вот как-то вот пытаемся как-то пережить очередную аномалию. Вот поэтому отключать тепло, наверное, в тех, ну, если, допустим, централизованное отопление отключают, да, или отключили уже, то люди, которые еще пользуются отоплением, они будут пользоваться. И пользоваться будут, вот хотим как бы обратиться с тем, чтобы пользовались аккуратно. Потому что, опять-таки, печное отопление, вот это в районных областях, в селах где-то, это отопление, газовое отопление, это у кого есть возможность газового отопления. Поэтому аккуратно пользоваться, чтобы у нас не приключилось. Вроде бы как тепло уже, да, уже вроде к лету идет. Но прогнозируете возрастание пожароопасности? Мы не хотим прогнозировать это. Ну, а что-то статистика, возможно, говорит о таких случаях? На данный момент, на сегодняшний день, по статистике пожаров, на 33% по сравнению с прошлым годом возросло количество пожаров. С чем связано? Это пожары в жилом секторе. То есть люди не соблюдают правила пожарной безопасности. То есть вот есть такая статистика, делая все возможное для того, чтобы этих пожаров не было, мы, к сожалению, констатируем тот факт, что количество пожаров возросло. Итого можно сделать вывод, что просто население недостаточно хорошо информировано, что нужно делать или чего нельзя делать ни в коем случае. Ну, мы думаем, что возможно так, а возможно по-другому, потому что мы-то информируем, мы делаем все возможное. Это через, спасибо вам, через телевидение, через радио, через газеты, через объектовые радио, через, я не знаю, там, что еще можно там, это подворовые обходы. То есть, я думаю, что любые организации, допустим, национальная полиция так же самое делает, тоже со своей стороны, там, ГАИ, национальная патрульная полиция делает. Вот мы делаем все возможное, но люди, видать, или там, как бы так, ну, относятся к этому вопросу, ну, я не знаю, как, ну, игнорируют. Нет, безответственно, игнорируют. Мы делаем все возможное, но вот мы делаем все, чтобы да. Итак, Андрей, буквально неделю назад в этой студии вы рассказывали о мерах безопасности, да, во время празднования Пасхи. Тем не менее, праздник выдался не таким уж и светлым, как бы того хотелось, это связано не только с непогодой. У нас в течение последних нескольких дней случились пожары, можно подробнее, в чем причина, какие последствия? Ну, давайте вот по пунктам, давайте, наверное, начнем все-таки с дачи Ковалевского или... Значит, да, действительно, произошло два пожара, это 11 и 13 апреля, дачи Ковалевского, 113 причал. Да. Работали, ну, сейчас не буду рассказывать там все, что происходило, выгорело примерно 1500 квадратов метров вот этих построений. Назовем их так. Работали очень сложно, потому что, действительно, подъезда к морю нет. Ставили мотопомпу, до ближайшего водоисточника было полторы тысячи метров, то есть полтора километра. Это аж на 411 батареи. Вот. Потушили, не дали... Пострадавших не среди сотрудников не среди? Ну, человек, вроде бы, как там один из... Но, главное, погибших нет? Нету, нету. Там обжег руки немножко человек, дай ему здоровье, то есть, значит... А сотрудники ГСЧС тоже не пострадали? Не пострадали, не пострадали. Но дело в том, что подъездов туда нету, машины подъехать с трудом туда подъезжали, то есть, если одна машина подъехала, следом вторая уже подъехать не может. То есть, подача воды была очень осложнена. То есть, и распространение огня, там это пластик, дерево, буквально... Причина... Ну, и баллоны, да, взрывались? Там и газовые баллоны, там все что угодно было. Канистры с бензином, то есть, люди заправляли лодки, там стояли лодки сзади, то есть, мы все это понимаем. Мы делали со своей стороны все возможное, чтобы этот огонь остановить. Остановили в первый день, прошли сутки, опять то же самое. То есть, ну, причина... А вот причина возгорания второй раз какая? Ну, причина, предварительная причина, это все-таки поджог. И были несколько очагов, предварительно, вот, как бы наш эксперт там заключил. Дальше документы переданы, там уже будут разбираться. Вот, и это действительно там в нескольких местах, потому что так быстро огонь распространиться не может. Поджог в втором случае или в первом тоже? Ну, мы так думаем, что в первом тоже это было поджог. Взаимосвязано. Да. А что по количеству этих коттеджей? У нас была сумма там за 20, вы говорите, порядка 15. Ну, возможно, там и 25. Сложно определить, где начинается один и заканчивается другой. Да, там настроено, так один на второй настроено. Я был на этом месте, сам видел своими глазами, там, я не знаю, там может и больше, а может и меньше. А вот в связи с такими частыми пожарами на даче Ковалевского дежурят ли там сейчас группа спасателей? Мы не можем дежурить там, потому что там нет нашего поста. Мы готовы выехать в любое время, в любое, там, днем или ночью. Но сейчас рассматривается такой вопрос, чтобы туда дежурил поближе рукавный автомобиль, который сможет проложить эту линию, эти полтора километра. Наши команды, которые, пожарные команды, назовем их так, усилены, Киевского района усилены мотопомпами, которые в случае необходимости приедут, сразу поставят мотопомпу на море, потому что с моря сразу можно забрать только мотопомпы. Машина туда не подъедет, туда подъезда нету. Более того, там, в любом случае, там так настроение построено, что и подхода нету. Я почему-то скажу, потому что нет гарантии, что не будет последующих возгораний. А когда последний раз вы помните там пожар на даче Ковалевского? Может быть, где-то рядом? Я, честно говоря, не помню, но... Ну, чтобы понимать, тенденция это или, возможно, единичный случай? Понимаете, знаете как, пожар, первый пожар и второй пожар с периодичностью вдвое суток на одном и том же месте, причем отсюда до сюда, отсюда до сюда, да? Ну, давайте вот теперь, как мне пресс, начальник пресс-службы ГСЧС, а как одессит, кому может быть выгодно подобные пожары и что-то может появиться на этом месте очень скоро? Я даже не знаю, ну, я как одессит могу сказать, что я не знаю, потому что, слава богу, у меня туда намерений нету, у меня вообще намерений туда нету. Вас никто не обвиняет в никаком случае. Нет, у меня просто нету столько денег, чтобы там что-то построить. Ну, очевидно, у кого-то есть. У кого-то есть, может что-то построить. Туда даже подъезда нету хорошего, нормального пожарного подъезда, туда нету, допустим, там построят какой-то... Ну, какие-нибудь апартаменты, на самом деле, я думаю, учитывая, что сейчас это очень модно, могут очень скоро появиться. Ну, и еще один крупный пожар у нас случился на Молдаванке. Что там произошло? Да, там, значит, в 32-17 апреля поступалось общение на Богдана Хмельницкого. Горел, значит, двухэтажный дом, значит, 400 квадратных метров, пострадала женщина, там незначительные ожоги. И потом еще один из соседей поступил в больницу, то есть приехал сам в больницу для того, чтобы, ну, видать, он немножко отравился все-таки продуктами горения. Вот, к счастью, погибших нету. Немножко выгорели там квартиры, немножко... Очень хорошо выгорели, потому что людей расселили, и они сейчас не очень понимают... Вот, 3-4 квартиры, да, выгорели. 3-4, но всего пострадало 7, правильно? Да, 3-4, да. Вот, с нашей стороны все, что могли сделали, но это старое детство. Тут вообще сложно тушить пожары, там же домик на домике, там так же самое, как вот, ну, не куреня, это куреня, вот эти, а вот старая Одесса, это тоже, это старые постройки, вот, и огонь быстро уходит по перекрытиям еще где-то, то есть и тушить очень сложно, поэтому действительно там все, что могли сделали, за короткое время потушили огонь. Сколько времени понадобилось? Ну, в, значит, сейчас так я вам скажу, 4,51 полностью ликвидировали. И начало возгорания? В 3,32, то есть полтора часа. Полтора часа. Даже меньше. В данном случае причина возгорания. Устанавливается, сейчас причина устанавливается там, есть разные версии, сейчас ходят, что... Некоторые, знаете, связывают события воздачи Ковалевского и вот с этим пожаром. Это разные вещи, там, это набережная, скажем, к морю, там, в хорошем месте, а здесь на Молдванке, где не каждый Одессин хочет жить, то есть живут те, кто там живет. То есть поджог вы не исключаете? Мы не исключаем каждую версию, вот, ну, пока не разберется оперативная, следственная оперативная группа, то есть мы озвучивать это не будем, ну, смысл, зачем обманывать людей. Возможно, вам известно, какова судьба жильцов, насколько я понимаю, расселили в гостинице, там, визит? Я думаю, это больше известно городским властям, куда расселили, поэтому наше дело было спасти, не дать, а там же заселение вот этого всего, там же рядом дома идут, отрезать огонь, потушить, и чтобы другие люди не пострадали. Еще один пожар произошел вот сегодня утром в жилом доме на улице Лешевевского, 42, да, что там случилось? Ничего, там 15 квадратных метров, первый этаж, никто не пострадал, потушили очень быстро, сейчас расследуют, почему там произошел пожар, то есть, я думаю, что быстро расследуют, мы будем знать причины пожара. Наши журналисты выезжали на место события, давайте посмотрим небольшой материал. Отойдите отсюда, я не знаю, что случилось. Меня вызвали из гостиницы из-за того, что... Я утром позвонила, она мне говорит, меня избил муж, я в гостинице. Я поехала за ней. Слушайте, хватит, ваши камеры, мне надоели. Надоели. Сейчас, руки уберем. Что ты делаешь? А, что я делаю? Потому что, да, все, вы со мной сейчас будете ворота или что? Что вы делаете, женщина? Убери ее. Муж одесситки рассказывает. Разговаривал с ней по телефону за два часа до пожара. Договорились встретиться. Приехал забрать вещи. Мы с ней как бы не очень в хороших отношениях в последнее время. Она была как бы под этим делом. По неофициальным данным, причина возгорания неисправный электрический обогреватель. Небольшая квартира выгорела практически полностью. Я сидел в комнате у соседей и услышал только взрыв. Когда выбежал на балкон, просто горелось и все дымилось. Причины пожара устанавливаются. Алья Замчинская, Виталий Прус, Думская ТВ. Итак, насколько нам известно, ликвидировать пожар удалось буквально за 40 минут. Ну, опять же, мы возвращаемся к тому, что стало холодно, люди стали использовать электрические обогреватели. Да, опять такое началось. Да, опять используют, потому что внезапно так пришел циклон. Похладало, и люди используют обогреватели. И мы не исключаем, что в ближайшее время... Да, давайте еще раз призовем одесситов быть внимательнее. Да, как обезопасить себя и соседей, скажем так. Ну, используют только те приборы, которые покупаются, электроприборы, которые покупаются, действительно, имеют сертификат качества. Вот. И у таких людей, которые уже их используют, они, наверное, по 5, по 3, по 2 года, по 4, по 7 лет, они у них есть, и они работают. Вот. Есть те, которые покупают сейчас, вот тоже такие вот. А есть, которые покупают, действительно, какую-то фигню, я извиняюсь, вот, на... Ну, где-то на стихийных рынках есть, которые покупают какие-то... Еще до сих пор, даже в селах обогреваются электроплетами с этой спиралью, вот, еще обогреваются. То есть, делают все возможное, чтобы все обогреть, это понятно. Потому что люди, действительно, ну, им холодно. Вот. Ну, мы вот призываем, чтобы поменьше нам выезжать, чтобы поменьше вот было таких сюжетов. Призывательно, я думаю, не оставлять включенным обогреватель на ночь. И более того, оставлять... Да, и уходя из дому. Нет. Естественно, когда вот обогрело помещение, ложишься спать, выключаешь. Вот. Уходя из дома, естественно, нет. И более того, не оставлять с этими обогревательными приборами детей. Дети это самое... Потому что по прошлому году у нас, к сожалению, гибель детей была очень большая. Спасибо вам. Говорим за вашу сложную, по-настоящему важную работу. Андрей Мельник, начальник пресс-службы ГСЧС Украины в Одесской области, говорили о пожарах, которые произошли на празднике. Буквально через две минуты обсудим новый эко-маршрут, который запустили в Одессе. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова